Работники детских садов отмечают профессиональный праздник 27 сентября. По данным Государственного архива, именно в этот день, 159 лет назад, в Санкт-Петербурге, открылся первый в России детский сад. Работников дошкольного образования в областной столице поздравили депутаты Тверской городской думы. Народные избранники посетили детский сад номер 152 в Твери. Дошкольное учреждение расположено в московском районе на берегу реки Лазурь. Здесь воспитывают особенных детей. Детки у нас поступают с разными диагнозами. То есть это дети с задержкой психического развития, это дети с ранним детским аутизмом, и дети с синдромом Дауна, и с различными видами даже ДЦП. Мы в первую очередь для таких детей открываем общество для социализации, не только обучения, а вот именно для социализации. Это основная наша в принципе задача. Депутаты Тверской городской думы Дмитрий Нечаев и Илья Холодов, а также представители общественных организаций не только поздравили воспитателей детского сада с праздником, но и вручили им подарки. Мы подарили ряд подарков для детишек, в том числе поющего кеннера, которого зовут Чика. Машина, когда я ехал сюда, он очень весел и хорошо мне пел, поэтому я могу сказать на 100%, что детишкам все понравится. Эти птички легко приучаются, а их яркая краска и веселое пение обращают на себя внимание детей. Как отмечают специалисты, постоянное общение с животными раскрывает творческий потенциал ребят. Мы захотели приобрести канарейку, где мы выделим обязательно зону. Это у нас будут хорошие, красивые цветы. Это будет зеленая зона. И также у нас будет канарейка, за которой они смогут наблюдать, ухаживать, наплескать свои эмоции и также понимать, что это живое существо, за кого мы любим и за кем мы ухаживаем. Депутаты Тверской городской думы продолжают оказывать существенную поддержку учреждениям образования, направляя средства на решение текущих проблем. Каждый год стараемся оказывать помощь по жилищно-коммунальному хозяйству, по замене мебели, по внешнему благоустройству, по внутренней материальной инфраструктуре. Важно, чтобы детишки могли гулять в комфортных условиях, чтобы было оснащено все, как необходимо для здоровья внутри групп. В праздничный день собравшиеся поблагодарили воспитатели за то, что работают с душой, оставаясь преданными выбранной профессии.